Здравствуйте! У меня в руках ECTACO JetBook Mini. Это самый новый продукт из серии устройств защищения электронных книг компании ECTACO. Это идеальное решение для любителей путешествовать, очень хороший подарок и, наверное, самое специализированное и бюджетное решение на рынке. Как вы видите, прибор сам довольно компактный. Он легко помещается в сумочку, в рюкзак или в карман. Кроме того, он весит всего 165 грамм вместе с батарейками, которые идут в комплект к нему. Первое, что хочется сказать о JetBook Mini, это то, что он сделан на совесть. Хотя сам корпус сделан из пластмассы, чувствуется в нем определенная прочность, что очень радует. Прочность самого каркаса. Что хочется еще сказать, то, что его очень удобно и приятно держать в руках. Обычно ридерам необходимо держать в обеих руках. В данном случае мы обходимся всего лишь одной. Это позволяет особенная эргономика прибора, место под батарейки и небольшое углубление после него. И они служат очень хорошей точкой опоры. Включаю JetBook Mini. И первое, что нас поражает, это контрастность картинки. Хочу сказать, что данный прибор не использует технологии электронных чернил. Это обычный TFT VGA-экран с расширением 640 на 480 пикселей. Если мы разговариваем о электронных чернилах, то при прилистывании для них типично характерное мерцание. Этого мы не видим в данном экране. Все листается очень быстро и удобно. В данном меню, это главное меню, мы видим список литературы. Нужно помнить, что JetBook Mini это в первую очередь прибор для ощущения электронных книг. И ничего лишнего. Ну, разве что всеми любимые нами игры Sudoku и Архитектор. В главном меню мы также видим и верхнюю панель, которая отображает местонахождение наше в системе, время и заряд батареи. Что очень и очень удобно. С этого же меню мы можем перейти в настройки. Для этого нажимаю соответствующую кнопку. Вот. И перехожу в меню настройки. Здесь я могу выбрать язык интерфейса. Их у нас 8. На примере я хочу переставить язык на испанский. И все становится моментально понятно для испаноязычного пользователя. Или для человека, который пытается усовершенствовать свои знания испанского языка. Вот. Я переставлю обратно на русский. Кроме того, можно повернуть экран. Скажем, мне нужен горизонтальный режим. Очень просто. Если же вам удобнее пользоваться джетбук мини, а также управлять им с помощью левой руки, все делается очень просто. В моем случае я возвращаюсь обратно в стандартный режим. Кроме того, можно поменять размер шрифта. Есть у нас 6 вариантов. И также поменять кодировку, выравнивание, срочный интервал, начало абзаца, формат даты, формат времени, автовыключение. Все для того, чтобы сделать процесс очищения для пользователя максимально легким, простым и удобным. Возвращаюсь в главном меню. Это я делаю с помощью этой кнопки. Она служит для того, чтобы выходить из любых окон, а также выключать сам джетбук мини. Вот я снова в главном меню. И мне нужно выбрать какую-то книгу. Это я делаю с помощью кнопок вверх-вниз, которые находятся по обе стороны от большой кнопки. Вот, например, я хочу почитать Александра Пушкина сказка о царе Султане. Открываю ее с помощью большой кнопки по центру. И вот у меня сам текст. Читать с него, читать с такого экрана, очень приятно. Очень четкая, контрастная картинка. В этом же меню, в этом же режиме я могу прийти в настройки с помощью той же кнопки. И настроить, скажем, кодировку, начало абзаца или выравнивание. Выхожу с меню. Листать можно с помощью той же большой кнопки. Или с помощью кнопок вверх-вниз. Все очень удобно. Прибор уже есть на американском рынке. Вскоре он появится и на российском рынке. Предварительная рыночная цена составляет 4 990 рублей. Спасибо вам большое за внимание.